Добрый день, дорогие друзья! Сегодня нас ожидают встречи с нашим украинским корреспондентом Виталием Портниковым. Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья! Рад приветствовать в нашем эфире киевского журналиста Виталия Портникова. Виталий, здравствуйте! Здравствуйте! Виталий, еще одна неделя позади, на мой взгляд, интереснейшая неделя, и сейчас начинается не менее интересная. Что бы вы отметили, что с вашей точки зрения является наиболее важным, чем бы вы хотели поделиться с нашей аудиторией? Ну, конечно, мы все сейчас ожидаем той встречи, которая пройдет в следующую среду. Вот в эту среду это встреча президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации, Джозефа Байдена и Владимира Путина, которая пройдет в Женеве. И это будет первая, как мы знаем, встреча американского и российского президента с того дня, как Джозеф Байден был известным президентом Соединенных Штатов. И мы знаем, что долго не было вообще двусторонних встреч между американскими и российскими лидерами. Последняя такая встреча была встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, но она не принесла никаких реальных результатов. И, собственно, от нее тогда и не ждали каких-либо реальных результатов. Честно говоря, я не ожидаю особо каких-либо реальных результатов от той встречи, которая будет сейчас в Женеве. Тем не менее, конечно, хочется сказать, что в Киеве на эту встречу смотрят как на тот важный момент, который покажут, как будет развиваться не только американско-российские отношения, но и то, как будет развиваться украинско-российский конфликт, какой может быть уровень поддержки Соединенными Штатами Украины в ее противостоянии Москве. И тут есть очень важный такой вот элемент всей этой истории, связанный с тем, что ситуация в Соединенных Штатах и в России, она в двусторонних отношениях этих стран, она, конечно, далека от такого вот какого-то, ну не знаю, идеала, что ли. Оба президента согласны, что эти отношения находятся на самом низком уровне за многие десятилетия, и вместе с тем не видно никакого продвижения, которое может эту ситуацию изменить, потому что мы видим позицию президента России Владимира Путина. Она была высказана в многочисленных интервью накануне его встречи с Байденом. И эта позиция касается очень многих вопросов, но мы тут особенно можем остановиться на Украине и увидеть, что президент Российской Федерации не скрывает, что он вообще не считает Украину идеальным, суверенным государством, что он воспринимает ее как плод некого большевистского эксперимента. Ее нынешнее состояние тоже для него является неким результатом того, что вот тот режим, который не воспринимает как режим суверенного независимого государства, поддерживается западными странами. Путин ведь не скрывает этих своих взглядов. А таким образом, поскольку он не скрывает этих своих взглядов, можно говорить о том, что он не остановится в своих агрессивных действиях по отношению к украинской государственности. И чего мы тут в этом смысле ожидаем от президента Джозефа Байдена? Вот того, что мы называем красными линиями. Сможет ли президент Соединенных Штатов очертить некие красные линии, которые не позволят Российской Федерации в дальнейшем продвигаться с точки зрения захвата новых украинских территорий, дестабилизации ситуации в нашей стране, попыток доказать самим украинцам, что они никакие не украинцы, а часть русского мира. Об этом же, кстати, говорит Владимир Путин о том, что до Октябрьского переворота в Российской империи все ее жители считали себя русскими. И это, кстати говоря, правда. Режим Российской империи делал все возможное, чтобы и украинцы, и белорусы не ощущали свои собственные национального состояния. В школьных учебниках, которые в Российской империи были в каждом учебном заведении, говорилось, что тут живут русские, народ, который состоит из великороссов, белорусов и малороссов. То есть и русских, и их нынешнем понимании, в Российской империи не проживало. Вот на той территории, которая сейчас является Российской Федерацией, проживали великороссы. Ну и именно поэтому было такое сильное национально-освободительное движение в Украине и Белоруссии после распада Российской империи, которое привело к появлению Украинской народной республики и Белорусской народной республики. И с этим фактором действительно были вынуждены считаться даже большевики после того, как они послали свои полчища на оккупацию этих двух территорий. И вот мы видим, что Владимир Путин в 2021 году перед встречей с президентом Соединенных Штатов совершенно иначе трактует эту ситуацию, что он пытается трактовать эту историческую ситуацию сегодня с точки зрения Российской империи до 1917 года. Конечно, это вызывает очень серьезную озабоченность. И тоже возникает вопрос, когда Путин и Байден будут говорить о отношениях между Украиной и Россией, как будет восприниматься американская позиция в Москве, к чему она приведет, будет ли президент Российской Федерации способен прислушаться к американским сигналам, насколько сильные будут эти сигналы. Вот сейчас мы видим, что украинская тема оживленно обсуждается на всех тех саммитах, в которых участвует президент Соединенных Штатов. Это и саммит Большой Семерки, который прошел сразу после того, как Джозеф Байден начал свое европейское турне, которое прошел в Корнуоле, там тоже была тема Украины, одной из важных тем, потому что участники группы Семьи обсуждали тему России и Китая, как тему вызовов крупнейшим индустриальным экономикам демократического мира. И вот сегодня на саммите НАТО тоже обсуждается тема Украины, тема стабильности, а тоже одна из очень важных тем. Но что меня тоже беспокоит в этой ситуации, что Украина, конечно, она воспринимается как скорее объект, чем как субъект такого переговорного процесса. Не знаю, может ли это радовать. Потому что говорится формально, что Украина не была приглашена как гость для участия в этом саммите НАТО, потому что страны-члены НАТО, они не пригласили никого на этот сайт. Потому что считалось, что это вот первая такая встреча, после того, как Джозеф Байден стал президентом Соединенных Штатов. И что сейчас странам-членам НАТО необходимо определиться в своей политике, в том, как будут строиться новые отношения европейских стран с Соединенными Штатами после президентства Дональда Трампа, после значительного охлаждения в самой атмосфере евроатлантической солидарности. И понятно, что в этом смысле, возможно, хотелось поговорить без чужих за закрытыми дверями. Но в том-то и дело, что Украина не хотела бы себя чувствовать чужой в этой истории с евроатлантической солидарностью. Она не хотела бы просто слушать разговоры о том, что страны-члены НАТО поддерживают ее территориальную целостность и евроатлантические стремления. Для Украины, об этом, кстати, говорил и президент Владимир Зеленский, очень важно, чтобы страны-члены НАТО понимали желание Украины самой стать участником Альянса, получить план для членства НАТО. На этом саммите даже не обсуждалась эта проблема. И вот мы тут находимся между двумя такими опциями, если хотите. Одна из этих опций связана с тем, что, вне всякого сомнения, мы можем с вами обсуждать то, что если Украина будет восприниматься как участник евроатлантической интеграции, то это вызовет раздраженную реакцию России и приведет к новому обостоянию ситуации в украинско-российском кризисе. С другой стороны, мы хотели бы, нужно вспомнить, что нападение России на Украину произошло именно тогда, когда Украина была формально внеблоковым государством. После того, как президентом Украины стал Виктор Янукович, это решение было принято украинским парламентом. Были практически свернуты все программы, которые были связаны с евроатлантической интеграцией. Украина заявила о том, что она готова сотрудничать со странами-членами НАТО и со странами-членами Организации договора о коллективной безопасности. Из стратегии национальной безопасности страны был изъят пункт о том, что Украина хотела бы в будущем присоединиться к НАТО. Вот все это было сделано. Единственное, что хотело тогдашнее украинское руководство, это вписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, соглашение прежде всего экономического характера, которое никак не затрагивало российских государственных интересов. И мы увидели, что Россия абсолютно спокойно напала на это внеблоковое государство, которое не собиралось вступать в НАТО. И большинство жителей которого, кстати, выступали против евроатлантической интеграции. Вот, кстати говоря, само движение к НАТО, оно у нас получило поддержку большинства населения именно после того, как Россия напала на Украину. Это тоже очень важный момент, о котором нужно всегда помнить. Ну и, конечно, на этом фоне возникает вопрос, а что еще тогда Россия может сделать по отношению к Украине, если Украина будет получать план для членства в НАТО, или даже будет вступать в НАТО? Если она уже оккупирует часть украинской территории, если она уже аннексировала Крым, то какой еще негативной должна быть российская реакция? Это, мне кажется, тоже очень хороший вопрос, ответ на который должны дать люди, которые говорят, что это опасно сейчас думать евроатлантической интеграции Украины, потому что это как раз приведет к ухудшению ситуации. Я считаю, что если бы украинцы, скажем так, не проспали свой исторический шанс, если бы наша страна стала членом НАТО наравне с такими государствами, как Латвия, Литва и Эстония, то, скорее всего, никакой агрессии против Украины бы не было, и сейчас бы Украина была обыкновенным государством, в составе которого были бы и Крым, и Донвас. Да, возможно, у нас были бы сложные отношения с Россией, как у Латвии, Литвы и Эстонии, у нас не было бы даже тени военной опасности. К очень моему большому сожалению, украинское общество этого не понимало, и многие украинцы до сих пор не хотят этого понимать, и до сих пор верят, что если Россию вот не злить, то все будет хорошо. А дело, конечно, не в злости. Дело в том, что высказал президент России Владимир Путин накануне своей встречи с Джозефом Байденом, когда он говорил об исторической России. Дело в том, что Россия одна простая концепция. Ликвидация украинского и белорусского государства и превращение территорий этих государств в Россию. И только будущее покажет, удастся ли Владимир Путин осуществить свои намерения в полной мере, или не удастся, или он потерпит поражение. Но это есть. Вот что есть, то есть. Намерения как таковые и существуют. И я не думаю, что на них нужно закрывать глаза. Это вот один такой момент. Другой момент, который, как мне кажется, тоже очень важен во всей этой истории. Как развиваться будут американско-украинские отношения. Потому что вы знаете, что тут были свои довольно интересные события накануне европейского турне президента Байдена. Президент Зеленский публично говорил о том, что он хотел бы встретиться с президентом Соединенных Штатов еще до того, как президент Байден встретится с президентом Путиным. Это было сказано и несколько раз, и на пресс-конференциях Зеленский, и в интервью американские медиа. И, тем не менее, встреча не состоялась. Опять-таки, сообщение американских медиа, она не состоялась даже не потому, что она не планировалась. Она не состоялась потому, что запланированную встречу решили отменить после того, как Владимир Зеленский вместе со своим ближайшим окружением пошел на авантюру, связанную с сменой руководства «Нафтогаза» Украины. Дело не в кадровых назначениях, а дело в том, как это было все осуществлено. Фактически была торпедирована реформа корпоративного права, которая была одной из самых важных реформ, внедренных в Украине после победы Майдана 2013-2014 годов. Для того, чтобы сменить руководство «Нафтогаза», была приостановлена деятельность «Наблюдает Новосовет» и организации, где были уважаемые эксперты из различных стран, в том числе Соединенных Штатов. И только этот совет мог давать рекомендации по смене руководителя компании, предлагать нового руководителя компании. Для того, чтобы это избежать, украинское правительство сменило, приостановило деятельность этого «Наблюдает Новосовета». И после этого было принято решение о том, что назначается опять-таки правительством новый руководитель компании. А потом был вновь восстановлен в своих правах наблюдательный совет. Но если это не афера, то что такое афера? И вот после этого, насколько я понимаю, в Белом доме было принято решение не поощрять этих откровенно антиреформаторских действий президента Зеленского и ограничиться телефонной беседой с ним. Но телефонная беседа – это ведь тоже важно. Это ведь уже вторая телефонная беседа президента Байдена и Зеленского с момента избрания Джозефа Байдена президента в Соединенных Штатах. И должен нам сказать, что вот до этого европейского турне американского президента, вот сейчас он встретился между главами стран Балтии, у него вообще не было в регионе никаких вот таких вот контактов, ни телефонных, ни личных. И президент Зеленский был первым руководителем страны вот нашего региона, центральной и восточной Европы, с которым президент Байден разговаривал. И это тоже говорит не только там о личных отношениях, а именно о поддержке государства. Презятно, что президент Байден разговаривает с президентом Зеленского, прежде всего как с руководителем суверенного государства, суверенитет которого поддерживает территориальная церковь, поддерживается Соединенными Штатами. Ну и кроме того, в этой беседе, как известно, президента Соединенных Штатов и Украины было сказано о том, что президент Зеленский летом может посетить Вашингтон, и это тоже будет очень важно, потому что тут есть еще одна история, которая является частью повестки дня и которая постоянно обсуждается нами. Это вопрос о Северном потоке-2. Как Соединенные Штаты должны вообще отнестись к этому проекту? Мы знаем, что сейчас Соединенные Штаты говорят о нем как уже в совершившемся факте. Насколько возможно этот проект остановить, если он не будет остановлен, что же дальше? Мы знаем, что летом ожидается вот два таких визита в Соединенные Штаты, связанные с будущим Северного потока-2. С одной стороны, мы знаем, что приедет Владимир Зеленский, с другой стороны, мы знаем, что будет визит в Соединенные Штаты федерального канцлера Ангела Меркель, для которой это тоже очень важная тема, потому что надо отметить, что запуск Северного потока-2 был одним из важных обещаний правящей в Германии коалиции. Он выписан в коалиционном соглашении, потому что там говорится о том, что именно запуск Северного потока-2 поможет Германии как можно быстрее избавиться от угля, это одна из задач экономических правящих коалиций, и создаст новые рабочие места в целом ряде восточных земель, где социал-демократы, партнеры христианских демократов по большой коалиции, они рассчитывают на поддержку избирателей, у них сейчас не самая лучшая ситуация, и это тоже такой важный момент во всей этой истории. Внутриполитически, потому что христианские демократы и социал-демократы готовятся к выборам, а вот другие две партии, которые, скажем так, наступают им на пятки и стараются упрощить свои позиции, это зеленые и свободные демократы, как раз не являются сторонниками запуска Северного потока-2. И понятно, что госпожа Меркель, учитывая то, что она сейчас должна передавать власть новому поколению немецких политиков в христианско-демократическом союзе, конечно, должна будет сделать все возможное для успешного воплачения в жизнь этого проекта, для того, чтобы христианским демократам было о чем говорить с избирателем. А у президента Зеленского противоположная задача, потому что понятно, что он как раз обещал, что Северный поток-2 не будет запущен, потому что в Украине этот проект воспринимается не только как ситуация, связанная с потерями бюджетного характера, а еще и как история, которая связана с нашей безопасностью. И тут надо понимать, что целая гамма проблем возникает в случае запуска этого трубопровода. Во-первых, мы слышали уже, что президент Владимир Путин говорил о том, что да, Россия даже готова сохранить транзитный статус Украины, подписать новый контракт об использовании украинской газотранспортной системы. Оказалось бы, экономический вопрос, да? Но в том случае, если Украина не будет заниматься вооружением своих, своей армии. Вот такая тоже странная история. Это экономический проект, но правительство должно действовать так, как этого хочется правительству другой страны. Выставляются политические требования. И это то, о чем я все время тут говорю с послушателями, что это, по сути, политический проект, что в России нет никакого экономического интереса, что вся эта история связана, прежде всего, с политическими требованиями Москвы, Киев. И следующий момент, о котором мы говорим, и который уже напрямую интересует президента Зеленского, это значительное удорожание энергоносителей для населения и промышленности. Значит, удорожание всего. Почему, спросите? Вы ведь не покупаете российский газ. Но мы действительно не покупаем российский газ. Это факт нашего существования. Но, когда мы закупаем газ в Европе, мы, естественно, не получаем его из европейских стран. А мы то количество газа, которое мы закупаем, отбираем из газопровода, который идет из России в Европу через нашу территорию. А европейцы, в свою очередь, это количество газа просто оставляют у себя. То есть мы не платим за доставку того газа, который мы закупаем на европейских биржах. Ну, представьте себе, что украинская газотрансовая система перестала работать. Ну, во-первых, мы тратим большие деньги на то, чтобы она существовала как такова. Ее же нельзя просто закрыть. Ее нужно поддерживать в каком-то состоянии, чтобы она там не взорвалась, чтобы не было аварий. И это все деньги из украинского бюджета и большие деньги. Потому что там должен находиться какой-то газ в любом случае. И саму систему надо обслуживать. А она не приносит уже никаких прибыли. А только одни убытки. А с другой стороны, мы платим за транспортировку газа. Из Европы в Украину, то есть уже в другую сторону, за реальную транспортировку. То есть сейчас речь идет о виртуальной транспортировке. А так это будет реальная транспортировка. И это, конечно, не просто потеря. Вот знаете, ну что страшного? Украина потеряет деньги за транзит. Ну, здоровее будет, не будет сырьевой державы. Я с этим всегда соглашаюсь. Говорю, конечно, без всякого сомнения. Но представь себе, когда страна одновременно теряет транзитные деньги, она теряет ту цену газа, которую она получает сегодня. То есть газ для нее дорожает. И для промышленности дорожает. И значит, дорожает все на свете. Товары, транспортные услуги. Все. Сразу же. И одновременно начинается политическое давление со стороны Москвы. Вот хотите, чтобы подешевело? Вот, пожалуйста, соглашайтесь с тем особым статусом Донбасса, который мы вам предлагаем. И вообще соглашайтесь с особым статусом русского языка. И вообще откажитесь от европейской интеграции. И вообще уберите из Конституции слова евроатлантической интеграции. Тогда, может быть, вам будет легче жить. И это понятно, что это усиление позиций пророссийских сил в стране. Это усиление дестабилизации. То есть это все такая серьезная история. Наши западные партнеры, мне кажется, недооценивают масштабов происходящего. Поэтому, когда государственный секретарь США Гостоин Блинкен говорит в Конгрессе о том, что нужно обсуждать с Германией вопросы экономической компенсации Украины. В случае запуска Северного потока-2. Это, конечно, благородные жесты. И очень хорошо, что об этом говорится. Но это какая компенсация? Будет какая-то единовременная финансовая компенсация. А ведь нам всю жизнь придется существовать с неработающей газотранспортной системой и с другими газовыми ценами. И тогда возникает вопрос, а как быстро украинская экономика к этому адаптируется? И не приведет ли это к таким потрясениям, которые потом окажутся более серьезными, чем сама прибыль европейская от запуска Северного потока-2? Я вот задаюсь этим вопросом. Вот если альтернатива Северного потока-2 это война в Европе, допустим, война России с Украиной, то это прибыль или убой? И я думаю, что вот это тоже ответ должен быть получен в ходе тех процессов, которые мы будем наблюдать в ближайшие месяцы. Встреча президента Соединенных Штатов и Российской Федерации это, если угодно, только начало вот таких процессов. Такое приоценивание, попытка оценить вот то, что на самом деле будет происходить в международной ситуации вокруг вот всех этих украинско-российских дел. Так что мы посмотрим, как это будет выглядеть. Конечно, совершенно очевидно, что это непросто для нас. И поэтому, я думаю, мы с таким вниманием будем смотреть, что, собственно, Байден скажет Путину. И не что Путин скажет Байдену, кстати говоря. Мы представляем, что Путин скажет Байдену. Вот что скажет Байден Путину, это очень интересно. Алексей. Спасибо, Виталий. Дорогие друзья, я напомню, что у нас сегодня в гостях киевский журналист Виталий Портников, обозреватель Радио Свободы и колумбнист многих печатных, электронных средств массовой информации. Аналитические обзоры Виталия Портникова вы всегда сможете найти в интернете, набрав в окошке вашего поискового энжена Виталий Портников. Ну а сейчас мы уходим на перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова